Информационная война 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 И вот что после этого последует, давайте сейчас порассуждаем. Напомню, у нас в студии работает телефон 546-546, но хочу коснуться прежде всего истории 20 века, истории Турции 20 века, и хочу бегло проанализировать, что такое Турция в отношении России на протяжении и предыдущих столетий, и 20 века в особенности. Если вы помните, то Турецкая Османская империя была организована венецианцами, это такие глобалисты 14-15 веков, которые сформировали Турцию и сформировали ее в зоне проливов. Тогда как раз Черное море вроде бы перестало быть таким глобальным коридором транспортным, и в то же время это Черное море подпирало Россию с южных границ, и в это время Турция аннексировала массу территорий, сформировалась так называемая Турецкая империя. Главная цель создания этого государства, если рассматривать вопрос не политически, не с точки зрения потолкаться, кто прав, кто виноват, а вот с точки зрения аналитики, с точки зрения разведки, но только временной, исторической, так получается, что Турция была сформирована как противовес для нарождающейся, формирующейся российской государственности, и эта страна фактически на протяжении 500 лет, она была буфером, она была противовесом для России, и на самом деле в некоторые периоды времени, особенно в 17 веке, это был такой расцвет, когда торговля на подконтрольных территориях Турецкой Османской империи, которую проводили генуэзцы и венецианцы, не будем забывать, она на самом деле приносила колоссальные прибыли. Эту историю мы с вами знаем и в части, касающейся истории Запорожской сечи, истории походов русских царей на Азов, на Черное море и так далее, и так далее, но в конце концов, вот этот буфер, он был заложен исторически. В 20 веке произошло достаточно интересное событие, когда Турцию реформировал Ататюрк, и он сделал глобальное действие, он заменил арабскую вязь, язык, на котором говорили граждане Турецкой Османской империи, он заменил на латиницу, это очень примечательная вещь, то есть этим тоже было показано прямое подчинение этого государства неким центрам управления, который латиницу используют там в повседневной жизни. А если вспомнить Крымскую войну, которой мы с вами, жители Крыма, имеем прямое отношение в преемственности поколений, то там тоже воевала Турция, и, собственно говоря, Крымская война началась с Синопской битвы. Кстати, во время осады Севастополя более всего погибло французов и турков, хотя там воевали англичане, они тоже потерпели ряд поражений, там были потери больших там аристократических английских фамилий, но именно потому, что Турция, Великобритания управляла Крымской войной и командовала больше всего потери, потерпели ее союзники. Точно так же было и с Россией в Первую мировую войну. То есть я хочу сказать, что вот Владимир Вольфович Жириновский на своем одном из выступлений сказал, что советская Россия, большевики поддержали Ататюрка, поддержали Турцию, а в свое время, в 20-е годы, и, в общем-то, это их вина. На самом деле, то, что советская Россия повела свою историю по другому сценарию, который закладывался теми же большевиками, но, скорее всего, даже троцкистами, левыми и правыми эсерами, а ситуация изменилась. Большевики начали создавать государство достаточно сильное. Они восстановили всю империю, чем заслужили ненависть в поколениях не только бывших аристократов, белогвардейцев, но и прежде всего немецких, американских, французских элит, которые стремились уже тогда Россию разрушить, расчленить, разделить на протектораты и, в общем-то, колонизировать. Большевики этого не допустили, но в тот момент, когда Турцию не ликвидировали, а оставили в качестве противовеса и буфера с южной стороны, а на самом деле весь 20-й век Турция вошла в НАТО, она нам на самом деле, даже несмотря на то, что Советский Союз оставил рычаги влияния на Турцию в 20-е годы, вот этими договорами, то есть оставил некоторые, знаете, органы управления, которые позволяют в какой-то степени влиять на политику Турции. Но, тем не менее, вот проливы Дарданеллы, босфоры Дарданеллы, которые исторически вообще являются русскими, Черное море до завоевания Мангупа вообще называлось русским. Так вот, мечта русских царей вернуть проливы в Россию, мечта Сталина, который тоже пытался это осуществить, но физически уже после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны не смог, создалась ситуация, при которой Турция достаточно небольшая страна по итогам 20-го века, которая, кстати, все время во время Великой Отечественной войны стояла с развернутыми вооруженными силами и по команде из Берлина, в принципе, была готова открыть второй фронт со стороны Закавказья. Это как раз было во время Сталинградской битвы. Этого не случилось в силу достаточно сложных дипломатических и оперативных мероприятий, но, тем не менее, историческая цель Турции как убийцы России, она, в общем-то, на протяжении последних 500 лет прослеживается очень подробно. И вот в связи с этим, вот все, что случилось со сбитием нашего самолета, это требует вот анализа с учетом вот этой вот исторической ретроспективы. На самом деле мы с вами все очень точно знаем, что все поражения России, Советского Союза как правоприемника России, современной России, они на самом деле во всей исторической ретроспективе происходили только в результате внутреннего предательства части элит. Это было и в истории с Павлом Первым, который, на самом деле, вы помните, был убит после того, как отправил небольшой казачий отряд в сторону Индии. Это было с другими государями и с Николаем Первым, кстати, в том числе по итогам, ну, уже по завершению Крымской войны и так далее, и так далее. То есть часть элит в центре России предавала Россию, начинала ею торговать, и вот этот бунт внутри, собственно говоря, внешними врагами и использовался. Есть большое подозрение, которое на самом деле говорит о том, что наши спецслужбы российские, которые, как вы помните, берут свою родословную от ВЧК. А ВЧК знаменит, кроме того, что его учредил Феликс Ведмундович Дзержинский, оно еще и знаменито тем, что, кроме того, что это были старые партийцы РСДРПшные, которые имели богатейший опыт конспиративной работы, ВЧК с 17-го года, с декабря примерно, и фактически до разгрома белогвардейского подполя знамениты были тем, что играли в темную и, ну, в общем, создавали целые организации, которые воспринимались как бы за чистую монету. Это история с Айвенковым и с другими. А с обратной стороны, с той стороны, со стороны Запада и Турции в том числе. Есть большое подозрение, что вот эта ситуация, когда Эрдоган не выдержал и дал приказ на сбитие самолета, она вызвана большой оперативной многоходовкой, связанной с тем, что он подумал, что в Российской Федерации будет бунт элит. И этому, кстати, в значительной степени помогли и манифестации дальнобойщиков, и так далее, и так далее. То есть были проведены определенные действия, которые сделали ситуацию, при которой Турция сделала фальшстарт, а дальше оказалась ситуация, при которой Запад понял, что дальше он участвовать в этой авантюре не будет. А после того, как комплекс противоракетной обороны, и он считается ПВОшный, но на самом деле С-400, это противоракетная оборона, будет поставлен и уже развернут, кстати, на территории Сирии. Он является аналогом системы ПВО, развернутой на крейсере «Москва». Вот с этого момента ситуация в Сирии вообще кардинально изменилась. И вот этот брифинг Министерства обороны, который сегодня открытым текстом заявил то, что еще на встрече в Анталии президент Российской Федерации сказал тактично и вежливо, что Россия далее не будет терпеть финансирование терроризма со стороны участников «двадцатки», что мы дальше будем переходить к определенным действиям. Вот эта вот ситуация, которая сложилась, она на самом деле уже идет совершенно в другом информационном поле. Весь мир уже не обсуждает тот момент, что тело нашего летчика, турецкая сторона передает как бы со своей территории, совершенно закрывая глаза на то, что террористы захватили это тело и перевезли на территорию Турции. А сейчас все обсуждают фотографии, на которых показаны тысячи наливных бензовозов, нефтеналивных вот этих вот автомобилей, причем которые часто замаскированы под фуры, под длинные такие двадцатитонные контейнеровозы и так далее, и так далее. Сейчас весь мир начинает обсуждать Турцию как пособника терроризма. Многие западные СМИ выключаются из этого хора, они начинают говорить, например, такой тезис, что для Турции вся Сирия это как для России и Украины, или Донецкая и Луганская народные республики, и поэтому население, которое живет там, является как бы этническими турками, и поэтому они будут всегда следить за тем, что там происходит. Ну как бы проводя параллель с тем, что якобы происходит на территории Украины. На самом деле никто никогда не видел и не может подтвердить, чтобы народное ополчение, вооруженные силы Новороссии, скажем так, Донецкой и Луганской народных республик, на камеры резали головы, чтобы они, например, торговали нефтеналивными, ну, ворованной нефтью, чтобы они, например, осуществляли террористические акты в Париже. Этого не было. Поэтому такие аналогии, они высосаны из пальца и на самом деле призваны каким-то образом сгладить ситуацию и сохранить лицо даже не столько турецкого руководства, а сколько НАТО, которое с самого первого заявления заняло такую неопределенную позицию, нашим и вашим. Ну как бы мы союзники Турции по уставу НАТО, но тем не менее мы призываем их к диалогу и так далее, и так далее. И дальше, в общем-то, вот необходимый набор достаточно пустых дипломатических слов. И всей этой ситуации вытекает один важный, в общем-то, момент. Турция сейчас в результате вот этого фальстарта, вот этого вынужденного, либо спровоцированного, либо на самом деле до конца неизвестного хода, на самом деле мы знаем о том, что турецкий самолет обстреливал наш бомбардировщик только со слов самого президента Турции и его премьер-министра. Какой был самолет на самом деле, и какой летчик, какой паспорт был у летчика, который сделал этот выстрел, этого, скорее всего, никто не узнает. Но поскольку официальные лица Турции это заявили, то, следовательно, мы из этого и будем исходить. Это позволяет Западу отмежеваться. И вот сейчас возникла достаточно интересная ситуация, при которой все контрагенты, покупавшие нефть с нефтепереработки на территории Турции, отгружавшие эту нефть танкерами из портов Турции, они сейчас теоретически могут быть скомпрометированы тем, что они торгуют краденым, что они торгуют нефтью ИГИЛ. И вот тут возникает достаточно интересная и внешнеполитическая, и глобальная ситуация, при которой Турция сейчас окажется в достаточно интересной международной изоляции. Потому что те контрагенты, которые эту нефть потребляли и ее покупали, включая даже покупателей через Одесский порт, они сейчас будут вынуждены предпринимать какие-то меры для того, чтобы спасти свое лицо. Это означает ровным счетом то, что Турция будет находиться в определенной международной изоляции. Но вернемся к Турции как противовес и потенциальный убийца России. Такую роль ей задали еще 500-600 лет тому назад. После Второй мировой войны Турция, если посмотреть на Малую Азию, на весь этот полуостров, на, понятное дело, морские пути, порты, туризм. Тем не менее, основной экономический рост этой достаточно обделенной ресурсами страны, он весь был построен на России. Он весь был построен на том, что турецкие строители у нас работали. Это я имею в виду после развала Советского Союза. Частично это происходило еще и при Союзе, но там был определенный товарооборот, который не играл такой значительной роли. Но после развала Советского Союза ресурсная база и ресурсная устойчивость Турции сосредоточена вся практически на территории Российской Федерации. Огромное бизнес-сообщество турецкое, огромная диаспора турецкая, которая осуществляла бизнес до недавнего времени на территории Российской Федерации, зависимо от России. И это на самом деле было одно из условий выращивания этого бойца международного. То есть для того, чтобы вырастить убийцу России, его нужно было накачать деньгами, финансами, вооружить и так далее. И источников здесь было два. Это бизнес непосредственно из России, когда российские элиты еще до 90-х годов, ну 90-х годов, когда они напрямую по команде из-за рубежа заключали договора с турецкими контрагентами. Эти ресурсы из России и позволили построить на территории Турции вот эту фабрику, небольшую 21 века, которая в чем-то напоминает Китай, но по размерам немного меньше. Естественно, российский туризм – это тоже достаточно управляемый процесс, когда курорты, которые застраивались как грибы после дождя на территории Средиземноморского побережья и Черноморского, они туроператорами, в общем-то, заселялись российскими гражданами. И вот из этой ситуации, когда стало понятно, что именно Россия является донором для Турции в экономике, а после возникновения ИГИЛ еще вот эта нефтяная жила стала кормить. Вот здесь вот и возникает ситуация, при которой вопросы государственной безопасности Российской Федерации связаны прежде всего с тем, что если посмотреть на карту, посмотреть на вот эти коридоры со территории Ирака и Сирии, на территорию Турции, посмотреть на вектор, который может быть нарисован с территории Турции через Закавказье и через Черное море на Украину, на Крым и на Российскую Федерацию, то на самом деле там не надо быть семипядей во лбу, чтобы четко понять, что делают военно-космические силы Российской Федерации в Сирии. Мы на дальних подступах воюем за свою страну. Мы сейчас сражаемся с врагом, который на этой самой нефти выращивается для того, чтобы атаковать Россию. И вот в этой ситуации Турция сейчас сделала фальстарт. Она понадеялась на то, что ее поддержат с Запада. Она понадеялась на то, что ее оперативно не обманули, что действительно с российской стороны произойдет нечто похожее на государственный переворот. Мне сразу вспоминается история с английским послом Локартом, который буквально через несколько месяцев после Великой Октябрьской революции решил организовать прямо из посольства Британии государственный переворот, захватить, арестовать всех деятелей большевиков. руководителей Советской России, застрелить Ленина и так далее. И тогда Феликс Эдмундович Дзержинский после убийства Урицкого, он принял волевое решение, взял ответственность на себя и просто арестовал все британское посольство. Потом Локард был обменен на нашего представителя в Лондоне, но вот эта операция, которая на самом деле была сделана в поддавке, там речь шла о батальонах латышских стрелков, которые охраняли Кремль. И вот эти латышские стрелки в темную пришли и сказали, да, мы их сдадим. Ну вот примерно такая же ситуация произошла и сейчас, и Турция оказалась в западне. Они сделали фальшстарт, они ударили по нашему бомбардировщику и сейчас оказываются в международной изоляции. На все вопросы, которые сейчас звучат относительно того, что, ой, это может повлечь какие-то большие осложнения, вооруженные конфликты и так далее, и так далее, на самом деле ситуация внутри Турции, она на грани пороховой бочки. В тот момент, уже сейчас становится понятно, что поток ресурсный из России прекратился. Мы с вами занимаемся импортозамещением. У нас хватает своих строителей, у нас хватает своих производителей сельхозпродукции, фруктов, овощей и всего-всего. Мы сами можем производить белизну, в конце концов, и другие, даже эти же бензиновые генераторы. И, соответственно, вот этот режим импортозамещения, и особенно, когда Турция сама позволила вот этот практически полувековой период накармливания ее, как будущего убийцы России, прекратить. И вот сейчас ресурсная устойчивость самой Турции, она резко сократится. Она, во-первых, сократится со стороны России, и она сократится со стороны нефти, воруемой с территории Ирака и Сирии. И вот тогда все кланы, которые с этой нефти получали, которые завязаны на определенные договора, которые в результате вот этого форс-мажора, еще не являющегося обстоятельством непреодолимой силы, начнут задавать вопросы и всячески отмежевываться. Вот здесь вот возникнут внутренние проблемы внутри самой Турции, которые, собственно говоря, как сказали наши руководители государства, это не наш вопрос. Это выбор, воля турецкого народа. Мы за территориальную целостность Турции, мы за то, чтобы эта страна оставалась мирной, нейтральной и не участвующей в торговле ворованной нефтью и поддерживающей международный терроризм. Но что там произойдет внутри, это не наш вопрос. Мы будем заниматься импортозамещением, мы будем развивать свое строительство, мы будем развивать свое производство, кормить Турцию с этого момента мы не будем. И вот здесь вот, все, что сейчас за последние дни начинает происходить в самой Турции, посадки курдских журналистов, убийства и так далее, вот эти массовые манифестации, это является лакмусовой бумажкой того, что это достаточно, ну, неприятная, конечно, ситуация. По большому счету, Турция была практически для нас союзником, даже несмотря на то, что она входит в состав блока НАТО. Но тем не менее, вот эта вот ситуация, она в конечном итоге больше вопросов задает даже не нам. Мы сумели выдержать вот этот первый удар, выдержать натиск всех истериков, которые кричали, что Россия вот сейчас должна разбомбить, должна ударить по Турции и тем самым развязать Третью мировую войну, которая автоматически подтягивает страны НАТО и Европу, и уже всячески выключает Францию. А хочу напомнить, что Франция, несмотря на то, что является членом НАТО, тем не менее, в коалицию вошла с Россией, а не с Америкой. Это очень принципиально важный вопрос. Так вот, возможный конфликт с Турцией на самом деле сразу же выключал Западную Европу и имел большие риски для будущего всего мира. И вот выдержав всего лишь полторы недели, выдержав вот этот вот вал, когда Европа переключилась на свои внутренние проблемы, а проблем-то много, по большому счету вал беженцев из Сирии, который весь практически, процентов на 80, поставляется из Турции. И приезд Меркель к Эрдогану, которая привезла ему денег для того, чтобы он этот поток прекратил и начал даже забирать обратно этих беженцев. То есть к Турции сейчас возникает очень много вопросов не только от конечных покупателей нефти. Турция сейчас становится узловым местом для европейского государства. И вот это не договороспособность Турции, вот это непредсказуемость, вспомним историю с турецким потоком, вот это вот колебание и попытки заработать на нефти, которая с нефтеносных полей Сирии в основном-то и транспортируется на нефтеперерабатывающие заводы Турции, вот эта ситуация, она чревата определенными последствиями геополитическими, политическими и внутриполитическими в самой Турции, свидетелями которых мы будем с вами в ближайшее время. Что касается вопроса государственной безопасности, или там, например, будет ли война или не будет, а давайте держать хвост пистолетом. На самом деле, все, что происходит на этом свете, рассчитывается и осуществляется достаточно квалифицированными людьми. Вспоминаем историю с английским послом Локартом, которого Феликс И. Дзержинский через своих исполнителей обвел вокруг пальца. Я думаю, что все у нас будет хорошо. С Божьей помощью и свет у нас скоро появится, вспоминаем, что 22-го числа или 20-го, да, у нас запустится Энергомост, первая линия. Мы уже генерируем своими мощностями более половины требуемого объема электроэнергии. Мост уже даже в первой линии нам в этом очень сильно поможет. Новый год мы будем встречать хорошо. Заявление украинских террористов, которые очень сильно напоминают турецких серых волков о том, что они будут блокировать Керченскую переправу. Это разговоры в пользу приезжих, а все там будет нормально. В эфире был первый выпуск программы «Информационная война» на канале «Крым-24». Встретимся с вами в пятницу. Спасибо за внимание.